так напишите пожалуйста все кто нас смотрит меня видно слышно я мы просто немножко не можем понять добрый день все кто нам смотрит напишите пожалуйста у нас немножко были маленькие технические неполадки сейчас мы пытаемся восстановить напишите пожалуйста есть звук так здравствуйте уважаемые коллеги мы немножко проверили у нас вроде как звук идет пожалуйста поставьте плюсик видно нас слышно и мы начнем сегодняшний эфир ждем подтверждение того что нас слышно слышно да слышно так вроде как у нас слышно мы проверили здравствуйте еще раз коллеги сегодня мы с вами будем разговаривать про комплексную реконструкцию пропорции лица компании софидерм препаратами у нас сегодня цель вебинара понять как нам с вами работать после карантина и в каком направлении стартовать вместе с нашими пациентами когда мы выйдем из карантина и так немножко себе я не очень конечно люблю это все делать но у меня зовут наталья корненко я тренер компании макс истетик старший преподаватель учебного центра косметологии академия салотвина город не проворачь эстетической медицины опыт работы у меня достаточно большой больше 12 лет и сегодня я хочу поделиться с вами некоторыми своими наработками и как нам решать все наши после карантинные задачи с пациентами с помощью препаратов компании макс истетик и так нас сейчас с вами к сожалению такой период когда все наши пациенты мы в том числе все вот эти два месяца находились в состоянии очень жесткого стресса почему потому что ситуация в стране этому не способствовала и все что происходило вокруг тоже как бы влияло на все наши механизмы которые регулируют вот эту стрессовую ситуацию и в наше внимание попал гормон кортизол который к сожалению кроме общего влияния на организм не всегда адекватного воздействует на нашу с вами как косметолога в точку приложения но воздействует на фибробласты само по себе состояние стресса характеризуется первое потери турбора и тонуса кожи и за счет этого появляются морщины заломы там где их априори не было кожа становится реактивной за счет того что повышается уровень сахара в крови в процессе стресса нарушается гидролипидная мантия происходит процесс ибликации и в результате этого кожа начинает стареть гораздо быстрее чем она бы старела в естественных условиях без вот этого любительного влияния кортизола также за счет повышения уровня сахара начинают появляться мелкие высыпания и даже у тех пациентов которые вроде как уже вышли из подросткового возраста но к сожалению вот эта ситуация действительно показала насколько наша кожа это гормонозависимый орган слышно плохо так ну к сожалению я как то вот можно попробовать через наушники говорить не знаю я могу попробовать погромче просто говорить напишите пожалуйста что то меняется я подожду пару секунд для того чтобы я понимала насколько изменяется звук если я громче разговариваю или нет хорошо ok поехали дальше возвращаемся к стрессовой ситуации то есть кроме того что появляются высыпания из-за повышения уровня сахара еще и за счет вот этого высокого уровня кортизола в крови идет повышение артериального давления и это провоцирует расширение сосудов ухудшение состояния кожи у пациентов с куперозом и розация и как следствие ухудшение их эстетического состояния ухудшение того как они воспринимают себя в зеркало а это по сути опять же приводит к вот этому замкнутому процессу если разобраться еще ко всему прочему кортизол влияет на мышечные сокращения когда мы находимся в состоянии тревоги у нас появляются блоки в межбровье в мышцы мышцы которая окружает рот в мышцах лба в мышцах подбородка и это все провоцирует зажимы которые тоже начинают вызывать морщины вследствие гипертонуса мышцы которые вовлечены в стрессовый процесс поэтому когда мы с вами выйдем из карантина это начнется я очень надеюсь через неделю у нас с вами будет очень много работы с нашими пациентами даже с нашими пациентами которые у нас давно наблюдаются но тем не менее все эти процессы действительно могут усугубиться в момент карантина и наша с вами задача вытащить пациентов из этого состояния с меньшими рисками каких-либо нежелательных явлений и с положительным эстетическим результатом так переключать вот зависаем немножко могут к сожалению мы ничего не можем с этим сделать будем надеяться что техника нас не подведет мы тоже живые люди и сейчас из-за карантина наверное увеличилась нагрузка на интернет очень сильно поэтому бывает в идеале когда мы с вами работаем спокойных условиях у нас должна быть вот такая последовательность работы как у нас не слайд мы должны начать мезотерапии потом подключить бери витализацию если это нужно нашему конкретному пациенту да про бери витализацию у нас очень много есть семинаров что это такое почему она важна что она делает на веке процесса на воздействует после обе ревитализации желательно по показаниям это ботулинотерапия и только после этого мы должны с вами заниматься фонтурной пластикой это идеал идеал к сожалению в условиях нынешних соблюдать не всегда получается потому что первое у нас иногда пациент ограничены во времени и второе они хотят быстрого эстетического результата ну и плюс в как раз после карантинной ситуации нам очень важно быстро реанимировать пациента поставить его в эстетическое состояние когда он доволен собой зеркале то есть наша с задача это как раз эстетически удовлетворенный пациент соблюдением всех противопоказаний соблюдением всех условий которые требуются для индиционной косметологии поэтому мы немножко составили программу сокращенную она так и называется после карантина и в этой программе можно немножко сократить за счет составляющих наших препаратов курсы мезотерапии потому что мы сейчас будем говорить чем отличаются препараты компании софидерм мезопрепараты от других аналогичных и за счет нашего богатого состава мы можем сократить интервал между сеансами мезотерапии и делать ее разными препаратами одновременно на решение различных проблем с интервалом три-четыре дня все индивидуально все зависит от кожи от ваших пациентов вы знаете лучше да и общие рекомендации вы все равно будете смотреть индивидуально по каждому пациенту и в промежутке между сеансами мезотерапии мы можем успеть сделать один сеанс биоревитализации все наши техники должны быть по максимуму отравматичными все тяжелые техники негативная стимуляция сепарация там травматические техники мы оставим на другое время потому что все что характеризуется повышенной травматизации в условиях после стресса и повышенного кортизола не всегда показано именно по причине закольцовывания процесса то есть мы будем наносить кожи стресс кожа будет работать не по той линейке не по той схеме по которой мы наметили и к сожалению теории стресса селье работают и на кожу то есть она иногда может восстанавливать структуру в ущерб функции а это нам нужно поэтому применяем методики которые характеризуются минимумом травматизации минимумом реабилитационного периода и максимум положительного эффекта и только после подготовительного этапа который работает непосредственно с качеством кожи мы можем начинать восстановление архитектуники лица мы это будем делать с учетом морфотипов старения с учетом предпочтений пациента выбирать правильный эстетический фокус и также очень важно помнить о том что контурная пластика это самый такой требуемый и предварить предварительного глубокого анамнеза у пациентов вплоть до обследования достаточно серьезного потому что пластика есть пластика импланты это вещи которые находятся в организме достаточно длительное время они встраиваются в нормальный процесс функционирования кожи и очень важно учитывать абсолютно все нюансы прежде чем назначать пациенту контурную пастику сейчас мы с вами будем говорить как с помощью различных препаратов торговой марки софидер мезопрепаратов решить проблемы с качеством кожи чем они вот характеризуются сейчас я вам покажу наши коктейли вот если вам видно ему показывает вот в такой коробочке до каждая флакон у нас все препараты стерильные во флаконе 5 миллилитров они отличаются во первых каждому коктейли для мезотерапии софидерм у нас гиалуроновая кислота высоко очищенная перагентная в концентрации от 0 3 до 0 8 процентов в каждом препарате у нас минимум компонентов что определяет фармакологический принцип мезотерапии вообще соблюдение принципа фармакокинетики фармакодинамики очень важно для мезотерапии потому что сейчас немножко об этом принципе забыли и большое количество компонентов не всегда приводит к ожидаемому результату может действительно спровоцировать какие-либо аллергические реакции наших препаратах отсутствуют потенциально аллергенные компоненты но индивидуальную чувствительность никто не отменял у нас сейчас сожалению очень несложный аллергический настрой у наших пациентов всегда нужно собирать перед сеансом мезотерапии аллергоанамнез обязательно потому что пациенты с отягощенным аллергоанамнезом априори должны быть под пристальным наблюдением косметолога у каждого косметолога в холодильнике должна быть аптечка потому что случае к сожалению участились и это абсолютно не зависит от препарата это чаще всего зависит от пациента дальше составы наших препаратов очень сбалансированы они воздействуют на все звенья патологического процесса при дерматологических проблемах и в то же время и не содержит ничего лишнего каждый препарат решает большей или меньшей степени свою проблему но тем не менее в комплексном использовании они работают всегда на улучшение качества кожи в целом и это то на что всегда следует делать упор потому что к сожалению филлеры токсин на качество кожи никакого влияния не оказывает в наших коктейлях гиалуроновая кислота выступает в качестве вот такого вот трехглавого змея она работает на увлажнение то есть она гидротант она работает на репарацию на восстановление на самом деле гиалуроновая кислота изначально было репарантом и она работает как энхансер энхансер это проводник других активных веществ она их депонирует она уменьшает время всасывания за счет этого идет постепенное попадание веществ нужные свои дермы и работая непосредственно с теми проблемами которые нам с вами нужно решить что еще характерно для наших коктейлей во первых уменьшенное количество сеансов я говорила в условиях после карантина это очень актуально потому что пациентам нужно в короткий срок выглядеть хорошо есть во всех коктейлях гиалуроновая кислота которая вышеперечисленные свойства в ней у нас обладает процент у нас небольшой поэтому даже для отечных пастозных пациентов это достаточно для работы но недостаточно для возникновения отек и мы можем абсолютно всеми техниками работать потому что над консистенция слабо гелевая для этого можно брать традиционные иглы 30g но она хорошо идет и через за травматичные иглы через 32 и за счет своей слабо гелевой консистенции она не требует большого расхода препаратов мы можем работать лицо шеи декольте максимум полтора-два миллилитра не нужно очень много препаратов водить за один раз я говорю на всех семинарах потому что принцип классической мизотерапии никто не отменял редко понемногу нужное место от большого количества препарата не улучшится состояние кожи а риск возникновения аллергических реакций всегда возрастает потому что кожа возьмет только столько сколько ей необходимо все остальное пойдет на системное отсасывание это не всегда нам нужно как и специалистам в сфере косметологии самое первое на что мы должны обратить наше внимание как раз вот после карантинных условиях это восстановить периорбитальную зону глаза зеркала души в то же время глаза это зеркало возраста и как раз это первое наверное на что обращает внимание человек при взгляде на другого человека и как раз зона вокруг глаз за счет своей анатомической особенности за счет активности круговой мышцы глаза страдает самое первое у нас появляются морщины появляются теки складчатость помятость в этой области синяки круги все в зависимости от изначального потенциала и по какому типу старения пойдет конкретно данный пациент ну и плюс от образа жизни да вот насколько пациенты у нас высыпаются употребляют ли какими-либо вредными привычками носят ли они очки либо контактные линзы пью для много жидкости всегда нужно смотреть на пациента прежде чем назначать ему коктейль для восстановления у нас для каждой на зоологии для каждой проблемы периорбитальную зону есть свой коктейль самое первое которое я вам хочу рассказать это коктейль айф онлайн solution он предпочтительней для пациентов молодого возраста 25 плюс за счет своей универсальности и за счет состава которые ем немножко повторяет воздействие батальонистического токсина и пролонгирует то есть коктейль fine line solution хорошо работает на пролонгацию эффекта после токсина когда у нас не прошел достаточный и интервал между процедурами мы все должны понимать что резистентность после ботулино терапии чаще всего вызвана несоблюдением интервала между процедурами так называемыми быстрыми инъекциями идет формирование антител и вторичная резистентность у таких пациентов к сожалению достаточно сейчас часто начала появляться именно из-за несоблюдения интервала вот когда к вам приходят пациенты уже те у которых начала появляться активность после токсина то мы можем им восстановить немножко состоянием и релаксации с помощью коктейля fine line solution это ботул аппетили так называемый самый основной это аргелирин это ацетил децепетит 3 что он делает он на по сути работает как не аналог ботокса не заменитель ботоксом просто отключает сигнал мышцы к нервок мышцы сигнал идет на мышца просто его не воспринимают абсолютно и в результате по сути мышечная активность прекращается путем воздействия на сигнальные молекулы пептида вот этим плюсом по себе аргелирин хорошо работает на сокращение морщин поверхностных которые вызваны сокращением концевых мышечных волокон совместно с пентапептидом 18 он работает на лифтинговый эффект он понижает возбудимость нервной клетки и плюс соединение с аргелирином дает синергию в комплексе мы можем его применять и у молодых пациентов в качестве профилактических мероприятий для периорбитальной зоны но и гиалуроновая кислота чина говорила она здесь в концентрации 3 миллиграмма на миллилитр этого недостаточно чтобы сделать отечность но достаточно для того чтобы увлажнить кожу в этой зоне для того чтобы сделать депо пептидов которые входят в состав и постепенное всасывание приводит к достижению стойкого нерелаксирующего эффекта комплексы of online solution вводится можно вводить очень близко к ресничному краю таки говорила не нужно вводить большое количество препарата достаточно в среднем 02 03 миллилитра на один глаз ну максимум 04 можем работать им по верхнему косному краю орбиты вокруг глаз в зоне гусиных лапах техники которые вы используете зависит только от вас единственное как я говорила под карантинный период лучше все-таки применять менее травматичные техники очень микро папулы и тонкие иглы для того чтобы у нас пациент не получил еще и стресс и из-за большого количества гематом эта зона очень на сколизирована очень сложная по коррекции поэтому работаем в этой зоне очень аккуратно следующий коктейль это коктейль усиливающий кровообращение это коктейль от темных кругов составе этого коктейля компоненты которые работают как раз на устранение причины темных кругов это за 100 и кровообращение в зоне вокруг глаз на зона вокруг глаз как я говорила за счет очень тонкого эпидермиса и мощного кровоснабжения всегда рискованно по возникновению темных кругов связанных застоем крови в этой зоне ну плюс тоже генетические такие моменты имеют место быть мы работаем этим коктейлем у пациентов с кругами тем которым нужно восстановить кровообращение одинаково хорошо работает на возрастной коже и у пациентов которые по роду своей деятельности склонны к застою кровообращения в этой зоне то есть те в которых зрительное напряжение очень сильное тел которых носят они контактные линзы либо у них такой образ жизни при котором они не высыпаются тоже это очень активный препараты в его состав входит такой компонент неоциномит который сейчас в принципе позиционируется практически как супер компонент для кожи он в этой зоне работает как улучшающее кровообращение плюс он немножко осветляет устраняет возрастные пятна пигментация в орбитальной зоне может быть вызвано и накоплением пигмента в этой зоне поэтому этот препарат работает и в этой и в этом направлении также у нас здесь есть биофлавоноид гисперидин метилхалькон да который е укрепляет сосуды улучшает реологические свойства сосудов дермы и за счет этого уменьшает проявление купероза допустим поэтому препарат bright eyes вы можете использовать у пациентов при куперозе прирозация для вспомогательной мезотерапии но сегодня мы говорим о после карантинной реабилитации и вот как раз для пациентов которые перешли плотно на удаленную работу которая проводит часами перед компьютером напрягают зрение этот препарат будет идеален есть еще конечно в составе у нас пептида ацетилтетропептит 5 он работает как дренажный препарат он уменьшает проницаемость исцудов и он хорошо работает на отеки которые вызваны лимф застоем лимфообращения в этой зоне если там отеки совместно с темными кругами то препарат bright eyes будет идеальным выбором для таких пациентов и следующий момент который мы должны с вами обязательно учитывать в процессе работы с пациентами после карантина это нам нужно запустить процесс лимфодренажа сидячий образ жизни отсутствие регулярных прогулок отсутствие нормального снабжения кислородом плюс опять же зрительная активность ведет к застою лимфы а это всегда ведет к отечности и постотности и если у наших пациентов образ область вокруг глаз характеризуется отечностью то препарат light айс он даст видим и заметный эффект даже после первой процедуры что он делает за счет комплекса пептидов противоотечных это ацетилкетропитит 5 о котором я упоминала в прошлом коктейле и депептид 7 он улучшает лимфодренаж он снимает утеки и работает как раз в направлении улучшения лимфообмена и детоксикации кожи ну и плюс неоцинамид здесь этот коктейль мы можем применять не только в области вокруг глаз если у нас пациент вообще отечный постольный для того чтобы запустить процесс мы можем его использовать и в классическом сосудистом этапе при мезотерапии то есть мы можем с помощью него выполнять паравертебральные инъекции тогда нам весь флакон нужен на один сосудистый этап за счет вот этого вот процесса лимфодренажа мы можем облегчить немножко лицо мы можем улучшить его состояние ну и работа в зоне вокруг глаз мы таким образом уменьшаем отечность и пациент выглядит гораздо моложе если мы убираем ему отеки под глазами к сожалению с малярными мешками это не поможет малярные мешки это вообще другой наверное косметологический диагноз другой процесс мы можем работать препаратом лайтайс тоже очень близко костному краю применяем а травматичные техники которые уменьшат появление нежелательных явлений после мезотерапии аккуратно работаем если у нас пациенты склонны к гематомам то всегда лучше предварительно проработать дать пациенту какие-либо капилляра протекторы отменить обязательно препараты влияющие на свертываемость если это не по жизненным показаниям что область переорбитальная область она всегда самая синяя скажем тогда самая склонна гематомом и к сожалению не там достаточно долго рассасываются если они уже появились то с ними справиться достаточно трудно но тем не менее лучше всегда делать профилактику в день сеанса мезотерапии пациенту ни в коем случае нельзя употреблять кофе энергетики какие-то даже иногда большое количество зеленого чая может провоцировать повышенную ломкость сосудов если пациент склонен к гематомам можно назначить ему в день процедуры однократно инъекцию там зелата либо посоветовать хотя бы за две недели пропить какие-то капилляра протекторы даже тот самый простой как оскор уйти но в любом случае пациенты ваши вы всегда их видите ближе и вы можете вот определите что вашему пациенту больше подходит профилактика либо травматические методики техники для того чтобы не было запуска процесса кортизола стресса из-за инъекций так с глазами мы разобрались теперь также быстро восстановить общее состояние кожи как воздействовать на коллагена образование путем вот классических сеансов мезотерапии по сокращенной программе нас есть волшебный препарат препарат репейр репейр мы знаем природе ремонт он действительно ремонтирует кожу очень быстро от этого препарата эффект на игле действительно то есть для тех пациентов которые хотят прямо вау сразу с кушетки этот препарат самый показательный за счет чего он работает на самом деле его комплекс сбалансирован как раз на восстановление быстрой способности кожи к регенерации к репарации к восстановлению после агрессивных воздействий внешней среды в том числе и допустим от оксидантного стресса он снимает раздражение он убирает пигментацию в том числе и противовозрастную ну и плюс опять же в составе гиуроновая кислота которая у нас как основное составляющее всех наших препаратов этот препарат мы можем вводить практически для всех пациентов единственное у некоторых пациентов с особо чувствительной кожи может появиться легкое покраснение проходящие в течение там 10-15 минут максимум из-за того что мы очень активно начинаем воздействовать на кровообращение на работу кожи по восстановлению как раз запускается ремонт гексапептид 9 у нас очень хороший пептид биомиметический пептид сигнальный который активирует синтез неклеточного матрикса он быстро поврежденную кожу возвращает исходное состояние и за счет вот этой вот усиление скорости восстановления он работает как раз на изменение состояния кожи в положительную сторону то что нам очень нужно после коррекции карантина мы влияем на все механизмы с помощью этого препарата практически не оказывает никаких неприятных еще один момент все коктейли с торговой марки софидером абсолютно без болезненных приведений это кстати одно из критерий потому что болезненных приведений это то что вы не исправите никакой анестезии как бы от анестезии на самом деле по последним веяниям лучше действительно отказываться потому что она блокирует рефлекторный ответ и обязательно то что безболезненность коктейли это еще один плюс в вашу работу в восстановлении кожи мы опять не делаем никакой стресс для пациентов не добавляем уровень кортизола который так за эти два месяца был очень высокий очень быстро восстанавливается кожа с препаратом он у нас самый такой ходовой базовый препарат скин риджевенейшин салюшин его составляющие это тоже биометические аппетиты которые содержат большое количество аминокислот аминокислоты у нас являются строительными клетками для фибробластов потому что фибробласты синтезироваться должны из чего-то и получая такую мощную дозу аминокислот кожа с радостью начинает восстанавливать потерянные запасы там коллагена эластина путем усиление синтеза фибробластов плюс у нас пептид который укрепляет сами коллагеновые волокна улучшает их растяжимость прочность все их структурные и функциональные особенности и за счет этого идет разглаживание морщин внутренние потому что не всегда морщины которые появились после стресса являются индикаторами там хроностарения биологического старения иногда это действительно влияние кортизола эти препараты работают тоже практически на игле у нас их два вида вот в этом составе 3 миллиграмма миллилитра это идет для кожи среднего возраста то есть 25-35 но опять же вы всегда должны смотреть на ваших пациентов потому что различные состояния требуют различного подхода если пациента просто нужно быстро восстановить этот препарат самый оптимальный по составляющей если у него нет никаких проблем в плане там расширенных сосудов как и говорила в плане высыпаний то вот skin regeneration solution как раз улучшает улучшает состояние кожи улучшает ее тонус тургор и устраняет последствия вот этого двухмесячного заточения в своих квартирах до самоизоляции и такой же препарат по составу но с более повышенным содержанием гиалуроновой кислоты это skin regeneration solution хайр высокой концентрации он характеризуется тем что здесь более повышенное содержание гиалуроновой кислоты 8 миллиграмм на миллилитр мы можем его использовать у пациентов с мелкоморщинистым типом старения у которых действительно сеточку мелких морщин нам нужно быстро разгладить и за счет повышенного содержания гиалуроновой кислоты это нам в принципе удастся этот препарат работает абсолютно на всех пациентов на возрастных пациентах он структурирует кожу перед филлерами потому что очень важно подготовить кожу если морщины уже глубоко нормальные там идет образование соединительной ткани то простое введение филлеров может не дать эффекта сепарация как и говорила в посткарантинный период это дополнительный стресс как-то нужно работать с пациентами и поэтому у нас здесь skin regeneration solution будет препаратом выбора будет хорошим подспорьем для косметологов и для того чтобы пациенты перед контурной пластикой у нас были подготовлены некоторые морщины действительно вот этого препарата разглаживаются на игле и и тоже желательно конечно работать а травматическими методиками не работать на самом деле папульное введение пептидных препаратов сейчас немножко дискутабельно почему потому что пептиды они не любят очень поверхностного введения все таки лучше вводить немножко поглубже без видимых таких больших папулы не делать папулы если вы уже работаете папульно то глубоко дермальные и не очень большого размера потому что после пептидных препаратов иногда папулы имеют тенденцию к увеличению и слиянию это ошибочно оценивается как аллергическая реакция и потом идет вопросы к препарату на самом деле вопросами препаратов техники введения более глубокие техники дермальные не подкожные естественно потому что мезотерапия у нас работает на кожу они если вы хорошо умеете работать классическая техника мезотерапии без образования папул дата доставленный таким образом препараты в нужные слои всегда сработает гораздо быстрее без каких-либо проблем с эстетической стороны с пациентом вот эстетическая сохранность пациента одна из приоритетов на данный момент и после стресса в частности поэтому работаем по максимуму бережно травматично используем тонкие иглы на самом деле у нас когда-то был опыт использования этого препарата канюлей и мы получили достаточно хороший результат и пациент был доволен скорее всего просто за счет введения поверхностного пжк мы сработали и на дерму но это скорее исключение чем правило дерма все-таки у нас расположена немножко выше если у нас пациенты плотные либо они наели за время карантина себе лишние килограммы то всегда лучше проработать древние или политическими коктейлями для того чтобы облегчить ткань и эти ткани потом либо сами становятся на место либо мы им в этом помогаем техниками контурной пластики нефтевыми технологии но в любом случае облегченные ткани всегда лучше кровоснабжаются то есть излишние жировые отложения они никому не нужны и никому все никогда не приносят пользу есть у нас два компонента два вида препаратов для таких пациентов это мезотерапевтический коктейль Липолитик Солюшен в его составе 1% дизоксихолата этого недостаточно для того чтобы вызвать некроз сразу отвечая на вопросы но достаточно для того чтобы усилить лимфообращение жировой липолис чтобы усилить липолис в зонах в которых есть жир мы можем работать этим коктейлем по лицу по зоне второго подбородка мы можем им работать в зоне жировых пакетов в валики носогумные складки то есть везде где по нашим диагностикам есть жир мы можем работать этим коктейлем он дает эффект липолиза достаточно хороший есть у нас результаты процедур требуется столько сколько нужно до достижения эстетического результата но в условиях как я говорила сокращенной программы после карантина даже однократное введение в одном сеансе мизотерапии мы работаем вот я говорила по зонально работаем с глазами работаем с лицом и работаем если нам нужно для облегчения тканей с липолитиком дает даже однократное введение эффект облегчения тканей и за счет того что в составе этого коктейля у нас есть дмая дмая обеспечивает одномоментную подтяжку вот этих тканей которых мы освободили от излишнего жирового отложения и тут же идет работа на фибробласт и работа на подтяжку комплекс липолитик можно применять и по телу но мы сегодня говорим про лицо количество препарата зависит от того в какие зоны вы будете его вводить все традиционно 0,1 на вкол глубина инфильтрация 6 мм на подбородке если у нас на лице жировые отложения то можно и там 6 мм на самом деле найти работаем глубоко инфильтрация у нас идет не папульна ни в коем случае хотя были попытки сделать его верно ничего страшного не происходит если у пациента достаточно большое достаточно большая толщина жировых отложений в этой зоне и если нам нужно еще и пациенты у нас глубоко с большими жировыми отложениями в области подбородка у нас есть более тяжелая артиллерия это комплекс липа это уже относится немножко к комплексам для биоревитализации почему потому что они у нас уже не в виде коктейля не в виде шприцов шприца у нас 1 мл и введение кстати гиалуроновой кислоты мне иногда спрашивают какой эффект от введения гиалуроновой кислоты в глубокую дерму начала пжк будет ли она там работать как показали исследования на самом деле для пациентов постозных более глубокое введение гиалуроновой кислоты обеспечивает лимфодренажный эффект эффект детоксикации поэтому совместно с дезоксихолатом в препарате липа он работает еще и на лимфодренаж на детокс были у нас результаты даже от одной процедуры препарат тоже вводим глубоко инфильтрации на 6 мм с помощью вертикальных полов можно работать если большое количество пжк тоже верно в нижней трети лица для облегчения ткани для устранения жировых пакетов этот препарат на 1 мл в принципе хватает обработать хорошо нижнюю часть лица здесь немножко больше дезоксихолата и за счет более концентрированного раствора липолитиков более быстро пойдет эффект поверхностные вколы не нужно пытаться это вколоть потому что все-таки дезоксихолат это прямой липолитик и могут быть проблемы были случаи пациенты бывают разные тем не менее работаем с липолитиками так как показана работа с липолитиками и вот когда мы проработали абсолютно все вот эти вот зоны с помощью мезотерапии мы можем по показаниям переходить к биоревитализации биоревитализация которые направлены чаще всего на укрепление тканей на восстановление гидрорезерва для биоревитализации у нас препаратов достаточно много у нас сейчас попытаюсь показать вот биоревитализанты у нас находятся вот в таких тоже шприцах стерильных упакованных все препараты компании максостатик сертифицированы в украине это все есть сейчас я расскажу вам про лифт лифт это биоревитализант с подтягивающим эффектом в составе 5 процентов дмая работаем тоже по максимуму глубокой дерме я вообще как-то отошла от папульного введения биоревитализантов после появления техники 10 точек и на самом деле работает достаточно хорошо точечное введениях но лучше для пациентов тем что нет травматизации повышенной я к сожалению сейчас ваши вопросы не вижу я если они там есть я вам отвечу потом в конце потому что у меня одновременно не получается это все видеть препарат лифт направлен как раз если вот у вас пациенты очень сложно переживали стресс и похудели у них обвисли ткани и им нужно быстро восстановить архитектонику путем подтягивания кожи потому что филлеры у таких пациентов их во первых понадобится очень много и все равно без улучшения качества кожи никакой филлер ткани не удержит поэтому даже одна процедура лифта сделает вашим пациентам улучшение состояния кожи улучшение эстетического вида работает мая техники как я говорила в точечной технике либо в технике отдельных вколов за счет содержания гиалуроновой кислоты этот препарат еще и работает как классический биовитализант во всех наших биовитализантах гиалуроновая кислота высокомолекулярная за счет того что она работает на встраивание в жизни цикл гиалуроновой кислоты в коже она по сути отправляет нашу гиалуроновую кислоту в отпуск идет восстановление запасов собственной гиалуроновой кислоты и это потом в будущем приведет к улучшению качества кожи уже в накопительном варианте за счет восстановления функции фибробластов в ткани поднимаются и улучшается общее состояние кожи для пациентов с начальными проявлениями гравитационного аптоза это очень хороший препарат он работает на всех уровнях и мы можем встроить его в программу посткарантинной реабилитации между сеансами мезотерапии если правильные техники он не дает отечности не дает каких-либо видимых эстетических несовершенств на коже на самом деле очень любят он не очень болезненный за счет правильного буферного раствора хотя здесь 5 процентов но терпимые приведение это тоже несомненный плюс если у нас пациенты с глубокой дегидратацией да кожа потеряла влагу за счет опять же либо длительного нахождения в условиях стрессовых либо нарушение питьевого режима либо использование неподходящих каких-то препаратов для домашнего ухода не секрет что очень многие остались в карантин абсолютно без ухода вот что у них было тем они и пытались спасаться потому что некоторые там уехали на дачу там не было никаких способов получить домашний уход и это один из этих препаратов называется ресурекшн препарат ресурекшн содержит кроме гиалуроновой кислоты он содержит тригалозу есть данные о том что тригалозы в принципе по своему биохимическому воздействию похожа на пдрн но она может применяться у пациентов у которых аллергия на сами составляющие пдрн на лососевых рыб тригалоза это полис дисахарид он получается из снежной водоросли она характеризуется тем что днк снежной водоросли восстанавливает свою функцию даже через две недели после попадания в неблагоприятную среду а конкретно в мороз высушивание и совместно с гиалуроновой кислотой тригалоза дает повышенный эффект увлажнения больше чем на 30 процентов увеличивается гидротация в течение 72 часов при использовании препаратов в составе которых не только гиалуроновая кислота но и тригалоза этот препарат работает на кожи без дегидратированной кожи на возрастную кожу на кожу которой мы тоже планируем контурную пластику но мы видим что увлажнение этой кожи недостаточно для того чтобы удержать и всегда есть риск того что филеры у данного конкретного пациента не будут долго держаться из-за недостатка воды в самих верхних слоях как бы мы не старались все равно это может повлиять на дальнейший результат поэтому таким пациентам как бы перед любой инъекции контурной пластики мы можем работать с вот этим вот препаратом в качестве сеанса биоревитализации следующий препарат это по сути более концентрированный i-fine line solution здесь больше пептидов ботулопептидов мы можем работать этим препаратом в зоне вокруг глаз если у нас действительно закончился срок ботулинотерапии и наши пациенты требуют улучшения улучшения состояния кожи состояния мышц в этой зоне он пролонгирует эффект от токсина но и тем не менее он работает и как разглаживающий мелкие морщины гусиные лапки им хорошо работать в зонах мимической активности так называемых зонах ботокса это уголки глаз уголки губ на лбу можем работать техникой линейно-ретроградно можем мелкопапульно работать решетка армирование но опять же стараемся все-таки пост карантинный период работать менее травматично и на что еще мы с вами должны обратить внимание вот у нас сейчас карантин он еще и будет работать как стрессовая ситуация на которой мы еще с вами узнаем после окончания карантина это работа с волосами стрессы влияет на волосы достаточно серьезно стрессовая лапеция телогеновая лапеция она проявляется где-то через два месяца после воздействия стрессового фактора что он и делает организм меняет естественный жизненный цикл схема 10 точек и я отвечу на вопросы потом по схеме в принципе если вы работаете на препарате для биоревитализации я в конце семинара постараюсь вам нарисовать наверное не получится я покажу рассказываю мы лифтом работаем в нижней третьей не надо им работать верхней трети дома и вообще честно говоря считаю что верхней третьей не совсем показано второй момент он не болезненный чем обычные препараты я говорила за счет того что все у нас препараты сбалансированы буферным раствором болезненность вызывается как раз кислой средой в которой думая сама по себе это кислота это кислая соль диметиламина этанола и когда это все балансируется вот sbs буферный раствор цитратные буферы они уменьшают болезненное воздействие на кожу второй момент ничем не обезболиваю вот честно он достаточно терпимый при введении буквально ощущение пяти минут сжения и если вы работаете непапульно вот не надо работать препаратами папульно тогда при введении в глубокую дерму там где в принципе ему и место там меньше вопрос болезненности потому что там нет раздражения такое выражено нервных окончаний лифтом лучше работать по нижней трети по верхней трети препараты дмайя не совсем показаны есть всякие схемы по поводу нивелирует ли действие ботокса на самом деле дмайя не нивелирует действие ботокса дмайя просто усиливает выработку ацетилхолина в этих зонах и идет захват синапсами из прессинаптических пузырьков ацетилхолина который продолжает вырабатываться поэтому очень важно чтобы ничего никого не нивелировала работать с токсином одновременно по желательно вообще по всему лицу сейчас все переходят из зональных воздействий на работу full face и тогда даже если ацетилхолин будет вырабатываться то он пойдет на противовоспалительную активность по токсину это два часа еще вам буду говорить я могу не было случаев чтобы быстрее восстанавливалась если даже вы работаете в нижней третьей а в нижней третьей у пациента были инъекции бутулотоксин все там больше нет вопросов в конце презентации хорошо так я говорила про волосы волосы у нас как я говорила начнут выпадать через два месяца потому что в это время как раз вот пойдет процесс 85 процентов нормальных волос проводится в фазе активного роста и волосы которые подверглись воздействию стресса луковицы волосяные они очень быстро переходят в фазу умирания так называемых телогеновую фазу почему стрессовая лапеция телогеновая и волосы начинают сыпаться даже в тот момент когда этого не ожидаешь особо чувствительных кортизол у пациентов уже сейчас наблюдается стрессовое выпадение волос поверьте и вы можете сами смотреть насколько у вас но если вы нормальный человек я вот просто не знаю тех которые хорошо переносят карантин все мы живые люди косметологи в том числе и даже очень многие косметологи мне сейчас начали жаловаться о том что они пытаются собрать свои волосы вот идет и за ней сыпется дорожка поэтому очень важно не дожидаться уже действительно выраженных проявлений телогеновая лапеция нам нужно начать укреплять их уже сейчас когда вот мы выйдем с карантина даже если пациент особо не жалуется поверьте у нас в силах ему рассказать что может его ждать если мы сейчас не сделаем профилактику телогеновая стрессовая лапеция она может быть диффузная то есть могут бы волосы выпадать по всей голове но может выпадать и по краевой зоне по как раз вот на что обращают внимание пациенты о том что у них почему-то лоб становится выше чем был до этого это как раз характеризуется телогеновая лапеция выпадение волос по краевой зоне что же мы чем же мы можем помочь пациенту мы можем сделать ему быстрое восстановление с помощью препаратов наших смезококтейлях и препарат hair filler сейчас я просто расскажу чем они отличаются мезококтейль для профилактики лапеции у нас очень сбалансирован по витаминам для волос по пептидам витамины туда входят группы В входит туда сульфацинка это коррекция жирности входит туда пептид меди очень хороший пептид который работает как раз на укрепление луковицы волосы в луковице чтобы он не начал преждевременно выпадать и биотинаил 3 пептид 1 и ацетилтетропептид 3 это тоже пептиды их воздействие направлено на укрепление волосы в луковице и предупреждение его преждевременного перехода в телогеновую фазу работаем как мы привыкли по проборам желательно кстати перед любой мезотерапией для профилактики аллопеции сделать сосудистый этап это три нозологии при которых я делаю сосудистый этап практически всегда это аллопеция это купероз и это отечно-деформационный тип старения потому что без улучшения микроциркуляции оттока все наши усилия могут быть сведены на нет из-за неправильного крово-лимфообращения в этих зонах поэтому делаем сосудистый этап с помощью препарата light ice обязательно и работаем по проборам микроинъекции я прорабатываю еще дополнительно краевую зону зоны выпадения вот на самом деле методик работы с волосами достаточно много трихологии это вообще отдельная наука потому что не все так просто но тем не менее для профилактики аллогеновой аллопеции это в наших силах мы можем с этим справиться количество препаратов где-то в среднем зависит от головы но опять же 2 миллилитра для меня хватает для того чтобы обколоть все проблемные зоны и мы делаем хотя бы там 4-5 сеансов мезококтейля если мы видим что результат не устраивает там ни нас ни пациента или для пролонгации если пациент действительно был в очень большом стрессе если мы это на самом деле увидим потому что если вы вот привыкли к своим пациентам вы их видели до карантина сейчас они к вам придут после карантина практически на всех это оставило так отпечаток то мы можем добавить процедуры с помощью hair филлера по сути это биоревитализант для волос он добавлю усилен гиалуроновой кислотой и за счет еще и добавления к пептидному комплексу декапептида 18 он работает на предотвращение аллопеции в дальнейшем без видимых на то причин то есть волос с помощью декапептида дорабатывает свой жизненный цикл столько сколько ему положено плюс с помощью hair филлера достаточно хорошо усиливается питание луковицы луковица более становится кровоснабженной и менее подвержена как раз вот влиянию гормонов да на луковицы тоже очень сильно влияет гормон кортизол он вообще получается влияет у нас на весь организм но на кожу и волосы достаточно большом контексте в очень сильном таком варианте и закончить процедуру мезотерапии двумя сеансами hair филлера с интервалом две недели это гарантия того что пациенты у вас увидят улучшение состояния волос даже уже за лето и осень любая мезотерапия для волос никогда не действует мгновенно мы должны об этом знать сами должны объяснять пациентам потому что для этого нужно время волосы это медленно растущая субстанция но тем не менее эффект допустим уменьшение жирности наблюдается даже после первой процедуры если у пациента жирная сиборея обычно окончательный эффект у нас начинается через две недели после последней процедуры и тут очень важно документировать как вы работаете с пациентом в области волос почему потому что пациенты понятно они тоже люди они ждут от нас мгновенного результата поэтому для этого есть фотографии фотографировать надо не длину а проборы пробор как раз показывает насколько уменьшается вот это диффузное выпадение то есть проборы зарастают они становятся более темными перестает через них светиться кожа и это как раз гарантия того что мы с пациентом работаем правильно объясняете пациенту что те волосы которые у него на голове они уже по сути свой жизненный цикл практически закончили и влиять на их состояние мы не можем мы как раз можем делать так чтобы они не выпали преждевременно и стимулировать переход в активную фазу спящих луковиц у нас есть три состояния волосы тоже не буду об этом сегодня очень много останавливаться потому что у нас к сожалению нет столько времени а я как те кто меня знает я тот человек который может говорить три часа без остановки может там с перерывом водички попить и вот это вот все заключает в себя работу со всеми механизмами на которые ударил стресс в момент карантина вот если мы выберем для каждого пациента то что ему надо перед тем как работать контурной пластикой сейчас я буду говорить про филеры то это гарантия того что все таки филер у нас будет выполнять свою функцию гораздо больше и пациент будет удовлетворен эстетически именно улучшением своего качества кожи улучшения внешнего вида без просто там наполнения заполнения всех работ по контурной пластике сейчас хочу остановиться на отдельных морфотипах старения на их особенностях я не буду про каждый очень долго говорить потому что по сути иногда усталый морфотип мы можем скорректировать даже без применения филеров вот этими всеми процессами методиками которые я говорила только что да вот мы можем проработать зоны глаз мы можем подтянуть кожу мы можем убрать следы усталости сделать оживление биоревитализацию и иногда таким пациентам филеры уже не нужны функционально потому что все таки излишняя наполняемость в тех местах где она не нужна действительно не всегда показана поэтому очень важно чтобы мы не совсем шли на поводу пациентов адекватно оценивали по какому морфотипу идет у нас старение и какая проблема у нас превалирующая данного конкретного пациента я всегда вот как бы стараюсь говорить с пациентами я стараюсь добиваться вместе с ними совместно программу которая бы устраивала меня и его одновременно да потому что желание пациента к сожалению не всегда совпадают с нашими возможностями и как сказал один очень умный доктор желание пациента не показания для манипуляции особенно это касается контурной пластики а по деформационному типу старения очень много дискуссий о том что же нам с ними делать да главная особенность пациентов деформационным типом старения это то что у них идет изменение линии вала лица линии челюсти и за счет опускания тканей вниз и все наши воздействия которым мы привыкли могут усугубить ситуацию токсин может привести к давлению лимфоотока улучшение ухудшению состояния той же зоны вокруг глаз ухудшению внешнего вида пациента у них филеры тоже могут утяжелить лицо и они не будут удовлетворены результатом потому что мы выбрали неправильную тактику у таких пациентов очень важно первое это облегчить ткани всеми возможными способами работая липолитиками работая в зоне второго подбородка если там показано липолитик в зону носогубной складки если там есть выраженные жировые отложения то тоже мы можем облегчить легкие ткани на самом деле легче подтягиваются допустим и нитями и если нам нужно там контурную пластику если у нас есть цель переместить объемы то тоже предварительно нужно облегчить ткань особенно если она наполнена кроме жировых отложений еще и избыточным накоплением жидкости лимфой мы с вами ничем не переместим и эффект от наших усилий будет минимальным поэтому мы работаем на облегчение липолитиками на зону подбородка липолитиками то там где есть жировые отложения мы работаем дренажом в обитальной зоне light ice и либо мы можем этим же коктейлем проработать зону по всему лицу для ускорения общего лимфообращения и вообще будет очень замечательно если мы еще сделаем опять же сосудистый этап облегчить таким пациентам жизнь можно с помощью усиления кровообращения в зонах которые ответственны за отток от тканей потом наша задача с вами на самом деле понятно что у каждого пациента это индивидуально но самое первое таких пациентов это попробовать переместить объемы то есть сделать им контурную пластику скул вот уже вот всегда пробуют вот этот ротационный тест когда мы подтягиваем и смотрим изменилось ли лицо как-то или нет если оно эстетически улучшилось то мы можем таким пациентам восполнить потерю жировых пакетов в скуловой зоне путем создания с помощью препаратов для контурной пластики с помощью филеров перемещения объемов создания восстановления нормальных молодых форм восстановления архитектоники лица у таких пациентов лучше использовать плотные препараты плотный филер вот у нас есть софидерм дерм плюс он обладает очень маленькой на самом деле гидрофобностью он не тянет на себя большое количество жидкости при введении надкоснично я не буду очень подробно рассказывать методики которые предназначены для введения в области скул их много каждый выбирает под себя под пациента как ему делать разметку там еще по каким-то вещам нам самое главное что чтобы мы восстановили скулы без наплыва на глаза таким пациентам очень важно не перегрузить зону в орбитальной области филлерами сделать им щеки вперед и за счет восстановления скула биома скул мы таких пациентов получим подтягивания области носогубной складки марионетки и контур лица из-за этого станет более выраженным за счет того что это все-таки надкосничные техники они менее травматичны чем попытка сделать веер на эти все щеки и у таких пациентов очень часто введение в пжк может провоцировать сползание миграцию филлера еще больше потому что держаться не за что надкосничное введение введение в технике пирамидка не буду подробно останавливаться для каждого но вы должны помнить о том что у вас цель зафиксировать и второй момент после скул можно восстановить им губы почему потому что чаще всего это все-таки уже возрастные пациенты у возрастных пациентов идет возрастная атрофия переоральной зоны у них идет там уменьшение объема сглаживание контура удлинение верхней губы у них идет сглаживание колонн фильтром а за счет этого губа становится длиннее и очень важно пациентам собрать эти губы грубо говоря в нормальное молодое состояние все это приподнять вернуть переключить эстетический фокус лица на губы и уже у них будет эффект достаточно хороший для их эстетического восприятия с подчеркиванием углов нижней челюсти у отечных пациентов у вот таких вот по деформационному типу нужно быть очень аккуратным потому что неправильное введение может усилить сползание препарата на самом деле у них будет это все еще больше свисать только свисать еще и со стороны челюсти очень аккуратно только после полного облегчения тканей ну опять же улучшение линии нижней челюсти можно добиться допустим даже введением по точечной технике сейчас я буду об этом говорить по технике гмд-кодов и с такими пациентами нужно быть очень осторожными в плане усиления отечности деформации работать потом тоже на дренаж назначать им дренажные препараты потому что к сожалению лимфатики это их особенность да у них с лимфатиками справиться идеально до сих пор еще не сумел никто это длительное воздействие это очень такая вот процедура единственное что держать свой вес еще порекомендовать пациентам в рамках для того чтобы кроме застоя жидкости у нас еще не добавлял есть избыточные жировые отложения самый противный для нас как косметологам это смешанный тип старения смешанный тип старения это когда в одном морфотипе у человека сочетается все мелкоморщинистые отечно деформационные гравитационные то есть в каких-то зонах может быть превалирование какого-то одного морфотипа но тем не менее нам нужно работать с ними комплексно и у таких пациентов и птоз верхнего века и кожа дегидратированная сморщенная сухая и купероз и морщины и пжк и брыли и носогубные складки в общем все что перечислено на самом деле может проявиться так таких пациентов по последним данным практически половина практически 50 процентов которые к нам из тех которые к нам приходят с такими пациентами что мы делаем во первых мы выделяем превалирующий признак что больше всего эстетически влияет на данного пациента если это морщины мелкие морщины то мы работаем на улучшение качества кожи на восстановление нормального вот функционирования очень аккуратно таким пациентам с точечным заполнением филерами морщин потому что с ними может присоединиться их отечный компонент на самом деле заполнение морщин верхней трети без инъекций токсинов не совсем оправдана а у таких пациентов иногда можно добиться улучшения эстетического качества работая нитями вот про нити тоже у нас очень хороший есть вебинар на канале посмотрите пожалуйста потому что работая у отечных пациентов нитями вы получите двойной эффект вы уберете проблему и вы не добавите отечного компонента когда мы выделили превалирующий признак нам тоже нужно поработать с качеством кожи сделать по проблеме мезотерапию если нам нужно переместить объемы и восстановить объем губ то же самое у таких пациентов чаще всего мы должны адекватно оценивать риски тоже ботулинотерапии может действительно в каких-то зонах лучше проработать нитями у таких пациентов обычно может быть наличие брыли не всегда связано с с провисанием тканей с жировыми тканями это может быть гипертонус плотин вот когда кстати работаете с пациентами с брылями вы всегда должны понять чем они вызваны они вызваны гипертонусом плотизмы либо они вызваны сползанием тканей потому что если у пациента с гипертонусом плотизмы проводить мезотерапию с дмая мы усиливаем гипертонус еще больше и по факту мы получаем более выраженные вот эти вот брыли пациент эстетически остается неудовлетворен и по итогу вы его к сожалению потеряете поэтому адекватно оцениваем чем это вызвано пробуем насколько у нас плотизма регулирует вот этот гипертонус нижней третьей вообще на самом деле учиться работать с токсином нижней третьей очень важно очень много есть хороших методик для этого и вот только после оценки чем вызваны вот эти вот брыли нарушение линии нижней челюсти вы должны уже подбирать стратегию для конкретного пациента если это все таки ткани которые свалились тогда работая лифтом работая препаратами зма вы можете добиться улучшения таких пациентов как я говорила вот филеры показаны для перемещения объема для восстановления объема губ во всех остальных случаях нити дают хорошие эффекты как мононити так и нити с насечками они здесь работают и почему кстати нити у отечных пациентов дают более хороший эффект потому что для распада ПДО нужна вода и за счет этого нити обладают дренажом поэтому там где нужен дренаж вполне реально работать нитями и сейчас я хочу остановиться на точечной коррекции на коррекции md-кодов техника md-коды да и придумал аллергановский тренер мауриси одними но с тех времен ее модифицировали уже практически на все препараты компании которые выпускают препараты для контурной пластики чем характеризуется точечная техника мы воздействуем на эстетические видные зоны без введения большого объема без сильной травматизации да какие-то глобальные проблемы мы не решим но при точечных техниках мы восстановим немножко структуру архетестонику лица и то что как бы пациентам нужно с короткой точкой с коротком периоде реабилитации как раз вот в после карантинный период точечная техника достаточно хорошо везде описана я сейчас постараюсь вкратце объяснить какие у нее принципы у нас идет воздействие на восемь точек эти точки каждая характеризуется это по сути не стопроцентная вот точка это точка точка это место куда нам с вами нужно поставить филер и в зависимости от визуальной оценки морфотипа состояния пациента мы можем варьировать количество этих точек мы можем работать абсолютно любыми техниками мы можем работать как оглой так и конюлей мы можем вводить препараты с различной степенью вязкости с различной плотностью для того чтобы достичь хорошего эстетического результата нам не обязательно использовать все восемь точек у каждого отдельно взятого пациента если у нас молодой пациенту нам хватит только точка 1 и 2 для того чтобы улучшить состояние его эстетического восприятия для усталого мы можем использовать вот 1 2 и 3 это точки в переорбитальной зоне мы можем использовать 1 2 и 8 8 это щечная точка которая расположена у нас для восполнения объема щек и по сути в каждую точку мы можем вводить от 0 1 до 0 4 миллилитра препарата опять же в зависимости от эстетических потребностей пациента не нужно вводить в одну точку очень много препарата это всегда риск сползания особенно если мы к сожалению не совсем подготовили пациента не нужно стараться за один сеанс охватить все восемь точек иногда вот 3 1 2 3 8 достаточно и тогда мы можем обойтись действительно для улучшения эстетически внешнего вида пациента 1 2 миллилитра по максимуму идет где-то 4 6 но я не рекомендую как раз в процессе после карантинной реабилитации сразу вводить много препаратов эти точки в принципе я же говорю они описаны везде я так вкратце расскажу первая вторая это точки на начало скуловой кости вот где у нас начинается начало скуловой кости вторая точка у нас где-то на уровне латерального угла глаза и третья точка у нас по средней зрачковой линии четвертая точка у нас для заполнения носогубной складки верхней части пятая точка для коррекции морщин марионетки шестая точка для коррекции вот здесь чаще всего начинается брылик для создания ребра жесткости в этой зоне седьмая точка это для угла нижней челюсти ну и восьмая точка для восполнения недостающего объема щек для такого вот векторного лифтинга я вот сделала вот такую вот табличку для наших препаратов адаптированную под препараты софидерм сейчас я найду вот у нас есть дип вот у нас есть дерм и где-то нет файнлайн у нас нет файнлайн в принципе это самый поверхностный препарат из тех которые у нас есть в точке 1 2 3 вот вот первая точка вторая точка и третья точка мы можем вводить препарат дип либо если это пациенты с очень выраженным дефицитом жировой ткани тогда солиоплотный дерм плюс но дип тоже хорошо работает в этой зоне он действительно создает вот такое вот ребро жесткости препараты софидерм за счет кстати своей структуры своей особенности они хорошо держат объемы очень хорошо держат объемы в отличие от раскрученных там препаратов на рынке они не теряют свой объем даже на протяжении 8-12 месяцев опять же все зависит от пациента и они за счет своей когезивности не сползают то есть не будет такого явления что вы укололи точки оно у вас все сползло по кости потому что препараты достаточно высокой когезивности они хорошо воспринимаются тканями и держатся мы вводим на косточку аспирационная проба все что как бы привыкли работать в контурной пластике мы начинаем с точки 1 и 2 третью точку мы уже смотрим по факту если молодые пациенты 0,1 на точку хватает всегда вот знаете я как раз сторонник того что добавить можно убирать сложно гиперкоррекция не всегда нужна поэтому смотрим по каждому конкретному пациенту но как я говорила максимум конечно это 0,4 больше 0,4 риск даже при наших препаратах идет сползание филлера туда куда нам не нужно эта зона не особо мимически активная поэтому в принципе в этих зонах при правильной постановке никаких обычно явлений миграции куда-то там не возникает главное чтобы вы четко понимали что вы находитесь на кости надо постучать надо упереться надо сделать аспирацию работать в этой зоне конюльно есть я видела когда работают заполняю все три точки болюсно конюльно но я не люблю конюльно работать на кости мне не нравится ее не слышат наверное предпочтение каждого мы начинаем с этих трех точек четвертая точка это все-таки у нас точка которая расположена в области верхушки носогубной складки есть куча методик работы в этой зоне на кости я все равно работаю здесь веерно работаю мягким препаратом чисто мое предпочтение для эстетики это хватит для каких-либо проблем этого это меньше проблематики я очень такой осторожный наверное доктор я стараюсь по минимуму как бы минимизировать возможные какие-то проблемы вот работая в этой точке мы работаем веерно от 0,3 до 0,5 мл мы работаем подкожно в этой точке в пятой мы работаем тоже веерно подкожно стараемся все-таки располагать вееры ближе к медиальной части лица потому что в эту сторону нам нам нужно вот морщины марионинки как бы застянуть растянуть и зафиксировать можно в этой зоне работать линейно решеточкой в клеточку так называемую шестая точка она показана только у пациентов у которых намечаются брыли если у нас нарушена линия нижней челюсти но если тяжелые ткани то обычно эту точку не делают потому что всегда есть риск того что оно свалится есть две методики можно поставить здесь подкожно веерно некоторые опять же там ставят переостально я это не делаю здесь очень опасная зона здесь у нас и подбородочный нерв где-то выходит и кровообращение здесь вены артерии рискованно угол нижней челюсти у мужчин чисто угол у женщин считается на два пальца выше уровня нижней челюсти можно на кости при условии того что вы четко понимаете что вы попали между волокнами масеттера уперлись в кость и тут сто процентов делаем вообще старайтесь при любом надкосничном введении делать аспирационную пробу это не сложно единственное подождите хотя бы чем плотнее препарат тем больше вы должны подождать я когда-то получила на дипе на скуле положительную аспирационную пробу на двенадцатой секунде поэтому с тех пор я жду двадцать на всякий случай от нужно обязательно оттянуть на себя поршень до образования такого вот вакуума по некоторым источникам практически до 0 1 миллилитра препарата чтобы у вас был вакуум чтобы вы поняли что чем вязче препарат тем сложнее ему аспирировать и вот я получила аспирационную положительную пробу я получила кровь в угле ну такое оказывается бывает у нас к сожалению люди не всегда у них традиционно расположены хотя по факту здесь каких-либо значимых сосудов в этих точках практически нет ну вот 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 в точке 3 я получила положительную аспирационную пробу поэтому знаете предупреждён вооружён это нам ничего не стоит единственное нужно зафиксировать руки хорошо и мы можем вводить если болюс на 0 3 миллилитра либо вот методика предполагает веерное подкожное введение тогда веера у нас будут идти вверх и вдоль нижней челюсти все очень индивидуально обычно как я говорю я могу сделать 1 2 3 точки и этого уже хватит для улучшения состояния внешнего вида пациента для этого хватит одного шприца стараемся все-таки прежде чем опять же определять какое количество препарата нам нужно для конкретного пациента мы всегда должны его вот растянуть сделать такой вот ротационный тест и посмотрите вот в какую точку улучшится его эстетическое состояние туда можем ввести больше можем ввести допустим 0 3 в точку вот эту вот первую а в остальные ввести по 0 1 и тогда у нас 1 миллилитр дипа пойдет на улучшение состояния этой зоны и действительно пациенты видят хороший результат от этого есть еще модификация этой техники здесь добавляются еще точки в височной зоны точки в области поднятия уголка брови туда добавляются здесь это все идет надкосничное введение филеров височная зона она чем как бы опасно для надкосничного введения тут тоже очень много идет кровеносных сосудов идет нервных окончаний и нам нужно ну вообще по методике работать в источной зоне нужно в зоне максимального углубления так называемая это называется методика ганшот курковая но тем не менее все равно аспирационная проба все равно нам нужно соблюдать все условия при которых мы работаем на кости 0 3 препарата мы можем ввести в эту зону потом для поднятия брови мы можем ввести 0 2 препарата на косточку хорошо распределив дальше у нас идут практически те же точки здесь просто добавляется еще одна промежуточная точка между 12 и 10 это конец брыля вот здесь начало брыля у нас получается здесь конец брыля все опять же индивидуально в зависимости от пациента при таком вот если мы будем по максимуму это здесь указано максимальное количество препарата которое вы можете ввести за один раз либо в одну точку либо разложить допустим веером если это у нас седьмая точка если это у нас восьмая точка для того чтобы улучшилось состояние вот именно в реперных эстетических точках и если мы будем работать вот именно по этим точкам то на одну сторону у нас идет где-то в среднем 4 мл препарата это очень много это финансово по пациентам может немножко но опять же не будем считать их деньги единственный момент если вы вводите одномоментно более 3 мл любого препарата контурной пластики вы должны быть четко сто процентов уверены в отсутствии у пациента противопоказаний к такому массивному массивной имплантации филеров а конкретно желательно у пациентов если вы планируете им сразу объемную коррекцию не взаимно точечную может в традиционной технике будете им работать там губы скулы нижняя челюсть перриорбитальная зона это в среднем идет 6 мл мы так работаем достаточно часто таким пациентам желательно сдать перед этим анализы хотя бы самые простые это антистрептолизи ноц реактивный белок иммуноглобулин е это хотя бы немножко вот вас обезопасит в дальнейшем от возникновения каких-либо осложнений потому что сейчас большая часть осложнений после контурной пластики связаны с пациентом большое количество препарата большая иммунная нагрузка недообследованный пациент пациенты с какими-либо аутоиммунными процессами либо с процессами хронической стриптококковой инфекции если пациент планирует в ближайшие две недели идти к стоматологу не делайте ему очень много филеров очень много объем препарата потому что даже доказано уже есть исследование что банальная ультразвуковая чистка зубов могла привести к реинфицированию пациентам которым работали плотно в нижней третьей филерами пациент на контурную пластику должен быть известен от и до и должен быть хорошо обследован обязательно этим вы всегда немножко успокоите застрахуете не берите пациента с любыми проявлениями ОРВИИ ангины герпетическая инфекция это вроде как прописные истины но тем не менее я понимаю мы все с вами две недели два месяца сидели на карантине это тоже как бы дало свои результаты но предупредить профилактика предупредить осложнений это в наших с вами силах мы должны у пациентов как то наверное тоже вовлечь в процесс ответственности то есть не берите на себя всю ответственность иногда в проблемах каких-либо чаще всего мы абсолютно не виноваты виноват пациент и подытоживая вот это вот сегодняшний мой посыл вебинары основные тезисы мы можем сократить период реставрации кожи до двух недель мы можем им за эти две недели сделать три сеанса между ними сеанс био если нам нужно контурная пластика то завершить это все и между этими мы можем вместить нейропротеин ботулинотерапию как она раньше называлась сейчас все называют нейропротеином на самом деле если мы работаем в разных зонах то контурную пластику и ботулинотерапию мы можем проводить в один сеанс уже в принципе это все разложено по полочкам но все равно решающее слово за специалистом за косметологом и тщательно собранный анамнез это залог успешного результата отсутствия осложнений и побочных явлений очень призываю вас относиться осторожно к одномоментному большому введению препаратов сейчас это стало действительно возможным и с финансовой точки зрения и с точки зрения того что у нас есть шприцы по 2 миллилитра у нас есть все филеры которыми мы пользуемся практически в больших шприцах по 10 миллилитров то есть 10 миллилитров хватит того чтобы пациенту сделать full face лицо убрать какие-то несовершенства в виде рубцов на теле атрофических рубцов целлюлитные ямки заполнить у нас сейчас пациенты хотят быть красивыми везде с ног до головы вот повторяю анализы самые основные первое общий анализ крови это для того чтобы мы определили есть ли вообще у пациента какой-либо воспалительный процесс в организме на это будет указывать лейкоцитоз и повышенная соя для этого как бы не очень можно быть суперспециалистом для того чтобы это увидеть плюс специфические анализы для определения иммунного процесса это антистрептолизин о он так и называется осло можно еще цирреактивный белок если у вас пациенты страдают какими-либо хроническими заболеваниями в области нашей с вами работы то есть гаймориты синуситы фронтиты там ангины там ангины танзелиты это все рискованные для нас пациенты в плане возникновения отсроченных реакций не сразу у них сразу ничего у них потом когда филер уже установился улегся и начал функционировать совместно с организмом могут начаться проблемы и третий это иммуноглобулин и это маркер аллергических процессов в организме есть еще какие знаете как вот если уже здесь какие-то есть вопросы тогда можно дополнительно еще назначить антитела к тиреопероксидазе оно пишется а ттпо это для определения скрытого иммунного процесса аутоиммунного процесса в организме такие пациенты чаще всего они жалуются на то что у них ничего не стоит они бегают от пациентов косметолога к косметологу говорят там косметолог плохой препарат плохой у меня токсин месяц филер два месяца вот если к вам приходят такие пациенты вы уже вас уже должно насторожить это потому что на самом деле сроки стояния препарата чаще всего зависит от организма пациента если у пациента аутоиммунный процесс то у них сроки деградации филеров усиливаются в разы они выводятся гораздо быстрее чем у нормальных людей и если вы это так как бы вам бонусом с препаратами негиалуроновыми работаете то еще желательно обследовать на антиднказу так и называется антиднказа там там другие проблемы мы не будем сейчас на них останавливаться я хотела показать точки для биоревитализации по точкам на самом деле эти техники эти точки давно известны это так называемые биоэстетические точки их пять на одной стороне первая точка у нас находится на расстоянии два сантиметра от наружного угла глаза вниз на суловой кости вот она она это первая точка при точечной биоревитализации в каждую мы вводим 0,1 миллилитр препарата мы берем кожу в складку работаем иглой четверкой и работаем вот так я себя к сожалению не вижу но я так наверное показываю интересно вот мы работаем здесь иглой четверкой под 45 градусов подкожно 0,1 миллилитр препарат это первая точка дальше мы рисуем средне зрачковую линию вот пациент у нас смотрит прямо мы рисуем линию на пересечение средне зрачковой линии с линией которая идет у нас от крыла носа к козелку ухо это у нас вторая точка третья точка у нас на пересечении средне зрачковой линии со средней подбородочной линией вот она где-то здесь у нас находится четвертая точка у нас на расстоянии 1 сантиметр от козелка ухо внутрь и пятая точка это на палец выше угла нижней челюсти это точки биоактивной перевитализации они в принципе давно известны и практически любой препарат который предназначен для биоревитализации он в эти точки у нас может вводиться и результаты будут аналогичные традиционным техникам так в принципе вот есть еще какие-то вопросы джан вопросы если есть то можете задавать я сейчас открою чат я еще посмотрю у меня там какие-то вопросы возникли на самом деле наша с вами задача сейчас это вернуть пациента в нормальное до карантинное состояние меньшими усилиями с меньше финансовой допустим затраты потому что ну точно так же как и у нас с вами сейчас проблема ну пациентов тоже в принципе это проблема и над надо как-то держать здесь сейчас на экране все телефоны компании макс эстетик по поводу консультации заказа препарата у нас очень обширный прайс у нас есть препараты для те о чем о которых я сегодня говорила да это препараты мезотерапии контурной пластики биоревитализации также у нас есть препараты для плазма терапии у нас есть пробирки для плазма терапии для плазма геля у нас есть нити для нитевых технологий у нас все для хорошей работы нет у нас у нас есть все для вашей комфортной работы плюс у нас есть анестетики у нас есть крем солнцезащитные очень хороший я так сейчас одну секунду я попытаюсь открыть посмотреть тоже вопросы так это я себя пытаюсь слышать так какой препарат для лимфодренажа в линейке софидерм для лимфодренажа у нас light ice препараты в линейке софидерм так первый препарат не видно название препарат показали схему я рассказала и я сказала только что сейчас дойдет для лимфодренажа это light ice еще раз повторяю это препарат хотя он и для глаз но он тем не менее работает хорошо на лимфодренаж полностью лица абсолютно и для сосудистого этапа вот как я говорила сосудистый этап всегда у нас первоочередной при таких проблемах как аллопеция купероз и отечно деформационный тип старения так по акне у акне сейчас пару скажу как бы мезотерапия при я почему не уделяла сегодня внимание именно антиакне коктейлью потому что в мы не касались процессов реабилитации не касались сейчас повторюсь я повторю мы не касались лечения пациентов которые находятся у нас на лечении акне это болезнь это не косметологическая проблема это общая проблема это хроническое рецидивирующие заболевания склонная к самоисцелению наш препарат антиакне хорошо работает на этапе формирования рубцов поста акне для профилактики я категорически вообще против мезотерапии в острый период даже если раньше были такие методики подкалывание крестообразно антибиотики сейчас немножко поменялось представление о патогенезе акне вообще и в и воздействие конкретно на воспалительный элемент иногда может привести к обратному процессу в диссеминации процесса поэтому препарат антиакне лучше применять в процедурах уже в процессе восстановления для профилактики образования рубцов этот препарат насыщен коллагена стимуляторы там есть витамин c а там есть препарат цинка который влияет непосредственно на сальную железу но так повторяю укол от синяков этом зилат или децинон желательно за час до процедуры но если пациент не соблюдает он выпил две бутылки энергетика 2 литра кофе и выкурил 4 сигареты то это ему не поможет всегда проговаривайте так что еще light айс а брайт айс брайт айс паравертебрально для улучшения кровообращения да но там нет такого количества дренажных именно компонентов там основной компонент неоцинамид в принципе как капилляра протектор если это лапеция и если это купероз то можно применять и брайт айс тоже так . а тригалозе как колоть тригалоза это у нас ресурекшн препарат его можно колоть любыми техниками которые вы привыкли можно колоть вот как я показывала точечно повторяю еще раз точки первая точка у нас идет на два сантиметра вот наружного угла глаза на скуловой кости все точки у нас водятся под углом 45 на всю иглу 4 вот под углом не вертикально нам не нужно попасть мышцу нам нужно остаться в подкожно-жировой для распределения вот этого вот болюса гиалуроново биовитализанта равномерно по всему лицу это первая точка вторая точка средняя зрачковая линия рисуем ведем линию от носа козелку уха одну и вторую по среднеподбородочной и на пересечении вот этих линий мы получаем вторую третью точке четвертая точка у нас идет на палец выше угла нижней челюсти вот и пятая точка на один сантиметр от козелка уха вот это вот пять точек так что еще укола рассказала это рассказала окна рассказала про биовитализацию при акне опять же в остром процессе лучше не применять препараты с низкомолекулярной и высокомолекулярной гиалуроновой кислотой потому что все биовитализанты обладают к сожалению провоспалительным эффектом они могут это все дело усилить вот как раз когда понимаете в остром процессе в процессе высыпания в процессе когда идет папула пустулезная кистозная форма акне нам с вами не нужно лезть в глубокие механизмы нам нужно работать по протоколам которые работают до сих пор то есть клинические рекомендации 14 года всемирный был конгресс и там утвердили клинические рекомендации по акне они до сих пор актуальны ищите протоколы не изменились там есть препараты топической терапии первой линии второй для женщин там вот такой вот разброс и ничего не поменялось но сейчас больше просто идет упор на наружную терапию плане восстановления микробиома кожи для того чтобы пропион бактерия не была настолько агрессивной не образовывала биопленки не закупоривала точки выхода из сально-волосяной единицы вот этой себе единицы но я сейчас просто если начну рассказывать и буду еще два часа об этом рассказывать поэтому если хотите мы когда-нибудь просто сделаем отдельный вебинар совместно вот компании про акне про все вот эти вот вещи так оптимальный выбор препарата для линейки софидерм для увеличения объема одновременно формирование четкого контура губ если это возможно возможно я в губах делают дерм или дип если это губы первичные так называемые у которых еще нет растянутости тканей которые просто какие-то мы хотим скорректировать возрастные изменения либо улучшить эстетическое состояние либо поменять форму но без такого вот даже не то что большого увеличения объема можно и дермом увеличить хорошо объем но вот как раз на первичных губах вообще хорошо работает дерм если это губа у которых были уже много коррекции различными препаратами опять же наши препараты можно вводить не ранее чем через четыре месяца после введения препарата другой фирмы и это касается не только препаратов софидерм абсолютно всех препаратов потому что мы не знаем какое количество в точности до беде и было использовано в разных препаратах какие у них технологии у нас идет технология высокоточного сплайсинга когда у нас частички разных размеров в жидкой части филлера свободно вот так вот размещаются некоторые препараты бывают абсолютно по-другому и поэтому дайте пройти четыре месяца если вы не знаете или пациент не знает что за препарат желательно отправить его хотя бы на узи хотя бы потому что были случаи когда пациент думал что у него там гиалуронов и филлера у него там полимер и плохо заканчивалось поэтому для первичных хорошо работает дерм для тех которые хотят линейки хотят максимальный выворот хотят ребра жесткости тогда нужно deep дерм плюс можно использовать в губы при условии не поверхностного введения потому что при поверхностном введении он очень сильно дает эффект тиндаля он контурирует она очень плотный это уже при более глубоких техниках видения все зависит от того насколько вы как вы привыкли работать так еще какие то вопросы я вроде все просмотрела которые у нас тут есть я всегда на связи желательно конечно только не в час ночи потому что у меня скоро домашние выбросить телефон я готова отвечать абсолютно на все вопросы по линейке софидерм представитель в днепре жанна кримина спасибо ей большое за вот это вот то в чем мы сейчас показываем этот вебинар обращайтесь все линейки все препараты у нас есть наличие мы всегда окажем вам консультацию вот по любым вопросам я очень хочу скорее чтобы закончился карантин я раньше немножко не понимала своего счастья когда я вас вижу живую я получаю от вас энергетический заряд сожалению сейчас я получаю заряд от жанны но тем не менее мне этого хватает я всегда с вами спасибо за внимание смотрите нас подписывайтесь на наш канал мы вам обещаем еще очень много интересного